Привет, друзья! Друзья, сегодня у нас на обзоре Кайзер легкий ветерок, именно так переводится его название. Нож действительно легкий, вес всего 63 грамма, но это не главная его фича, дело в том, что у него есть целых два плавника, и оба они не привлекают к себе внимания, как в закрытом, так и в открытом состоянии. Есть верхний плавник, который находится в заподлицо с горизонтом рукояти, но тем не менее, им достаточно удобно пользоваться. Нажимаете на плавничок и, как обычно, клинок у нас вылетает из рукояти. Также есть фронтальный флиппер с насечками, которым пользоваться более удобно, то есть вы флипаете не указательным пальцем, а большим. На мой взгляд, этот способ комфортнее. Здесь установлены керамические подшипники, керамический шарик детента, максимально затянут осевой, но при этом клин свободно ходит по подшипникам. Клинок четко по центру, замок лайнер, заходит хорошо на начало, не продавливается и не подлипает. Лайнеры утоплены в G10, как видите, G10 имеет 3D обработку. Вставка из бордового G10, также существует версии в других цветах. Минимализм по фурнитуре, осевой плюс маленький винтик. Крупное темлячное отверстие. С торца мы наблюдаем бэкспейсер из желтого G10, небольшой, и с обратной стороны клипсы. Клипса очень мне понравилась, глубокая посадка, скрытое ношение, отличная гибкость. Нож без проблем садится на карман, неплохо фиксируется и без проблем извлекается из кармана. Клипса у нас посажена без потая, как видите, потому что у нас в G10 спрятан лайнер и G10 имеет 3D обработку. Но производитель это компенсировал, спрятав в потай винты. Неплохое решение. Если мы заглянем внутрь рукояти, увидим, что лайнеры максимально облегчены и баланс четко на подпальцевой выемке. Длина клинка 77 мм, в обухе 2,8 мм. Спуски от обуха, обработка сатин, тоненькое сведение и форма кончика спирпоинт. Ножом удобно протыкать и резать. Сталь на клинке N690. Очень мне нравится эта сталь. Есть у меня другой кайзер с этой же сталью. Не буду раскрывать название, скоро будет обзор. Несколько месяцев я носил его на кармане, использовал по продуктам, открывал посылки. Так вот, я переживал, что из-за своей бюджетности сталь будет ржаветь или будет чересчур мягкая, но ничего подобного. Хорошая твердость у стали и при этом практически не ржавейка. Резал я им помидоры и огурцы, он хорошо справился с этой задачей. Вы четко контролируете толщину нарезки. Если вам нужно нарезать очень тонко, он будет нарезать очень тонко. Если вы захотите нарезать потолще, то он без проблем и это сделает. То же самое с яблоками. Хорошо режет яблоки. И если вам нужно тоненько снять кожуру, он без проблем справляется с этой задачей. Тоненько-тоненько снимает вот эту кожицу с яблока. Заточка с коробки не вызывает вопросов. Нож хорошо шинкует тоненькую бумагу и даже бреет. В целом у ножа классное исполнение. 3D обработка, глубокая клипса, отличная механика и эргономика. Удобно удерживать любым хватом и без проблем пользоваться вот этим небольшим резачком. Что по цене? Нож стоит 60 с чем-то долларов, но пока он был в очереди на обзор, их разобрали. Но есть еще версия в премиум материалах. Титан на рукояти, 35-ка на клинке, вместо лайнера фреймлок и титановая фрезерованная клипса. Классный вариант, особенно если учитывать, что сейчас идет распродажа, снижена цена и есть еще промокод на странице продаж. Но те, кто хочет вот такой именно бюджетный вариант, не расстраивайтесь, Казер любит делать перевыпуск классных ножей. Я думаю, что этот нож скоро выйдет в Микарте или в какой-то другой стали, но обязательно выйдет. Подписывайтесь на все наши соцсети, там не проходит мимо ни одна новинка. И как только выйдет бюджетный вариант в новом обличье, мы обязательно опубликуем. Также подписывайтесь на нашу телегу, там кроме всех новостей, видео публикуются секреты. О которых нельзя говорить в больших пабликах. Ссылки будут в описании. Уже в пятницу будут фото на новую Сибензу от Гринторна с деревянной рукоятью. Вернее, с деревом на рукояти. Очень интересно, поэтому ссылки в описании. До новых встреч, ждем новинок. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!